Суть истории заключалась в том, что американский исследователь Шейн Роджерс, профессор, со своей командой решил исследовать самые популярные среди искателей привидений точки на планете. Даже не просто точки, а так называемые дома с привидениями. И в куче мест они обнаружили присутствие довольно опасной плесени, способной вызывать психотропный эффект. И тут до господ исследователей дошло, что психотропные вещества вообще могут служить достаточно сильным катализатором для представления о сверхъестественном. А потом эти же исследователи вспомнили о том, что избавиться от спрыньи, живущей на злаках. Спрынья – это гриб, благодаря которому Хоффман в свое время смог изобрести знаменитый ЛСД. Ну так вот, избавиться от нее на злаках агротехнология смогла достаточно недавно. Следовательно, отравление спрыньей среди крестьян в средние века было достаточно частым явлением. А этим можно объяснить и эрготизм, и массовые пляски святого вида, и много чего еще. Ну потому что эпидемии массовых помешательств – это довольно странно. А как я говорил, средневековый разум и так был весьма нестабилен. У этой гипотезы есть свои логические дыры и свои же логические заплатки для этих дыр. Поэтому верить ей или нет – это частное дело, окей? Лично мне она просто как-то вот нравится. Ну а теперь вернемся к чуме. Доктор Хоффман на велосипеде едет, 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 едет. Ей гарпиней, удоверяяяясь.